Скажите, пожалуйста, сегодня многие представители национальных регионов говорили о том, что они хотят независимости. Как Вы считаете, с Вашим и политическим, и военным опытом, возможно ли сейчас реальная независимость регионов в России? Если возможно, то в каких-то другом сценариях это может произойти? Пока не завершится война в Украине, никаких каких-то политических реформ в России не может быть речи, их не будет просто. Потому что идет война, и во время войны любые идеи, направленные против существующего режима, они покараются, они караются, они карались в России всегда, но сейчас просто люди исчезают. Или их закрывают в тюрьмах. Поэтому сейчас я думаю, что это невозможно, но в принципе и в будущем я уверен в том, что народы, которые находятся в колониальной зависимости от России, они будут свободны, они будут иметь свой суверенитет, национальный суверенитет. А как и каким образом они будут, какие будут формы государственности у них, я думаю, это будут решать вот эти народы. Я считаю, что есть формы и конфедерации, и федерации, и ассоциации, ассоциированные члены государства. Поэтому разные формы есть, и велосипед изобретать не надо, главное иметь на это политическую волю. И оно реализуемо. Как вы считаете, как национальная идея в современном пустыне может сочетаться с демократическими идеями? Абсолютно, абсолютно спокойно, потому что национальной идее, никто не преследует цель закрыться в какой-то пещере и жить там, оторвавшись от всех реалий, от мировой цивилизации. А если интегрироваться в международное сообщество и в мировую цивилизацию, в обязательном порядке это все должно исходить на основных принципах. А эти принципы пока что нам известны только демократические принципы и демократические институты. И любая страна, которая хочет восстановить или создать государство, она должна следовать этим принципам. Вы сегодня говорили о Горской республике, которая некуда уже была и которую, как я поняла, вы надеетесь создать. Я считаю, что этот проект будет востребован сейчас, вот в этой ситуации, когда идут на самом деле такие разговоры, дебаты, и идет процесс изменений существующей структуры власти в самой России, это именно 100 лет, 105 лет назад и произошло, когда была революция, когда распалась Царская империя и вот тогда эти народы объединились и создали Горскую республику. А сейчас мы через 105 лет имеем аналогичную ситуацию. Я уверен в том, что после поражения в Украине, как и после поражения в Первой мировой войне, в России произойдут очень серьезные изменения, которые за собой повлекут и политические реформы, и такого рода процессы. И в этой ситуации вернуться к проекту Горской республики, к этой конфедерации, ну уже больше, даже может быть более расширенной форме, я думаю, это реально.